Здравствуйте, уважаемые садоводы-любители! Меня зовут Иван Русских, я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы еще раз поговорим с вами о биопрепаратах. Давайте разберемся, какие же биопрепараты бывают, какие доступны и какие в чем могут помочь нам при выращивании цветов, плодов и всевозможных декоративных растений. Все биопрепараты делятся на три большие группы. Первая большая группа биопрепаратов это биофунгициды. Биофунгициды помогают бороться нам с грибными заболеваниями растений. Наиболее популярным среди доступных биофунгицидов является фитоспорин. Как правило, эти препараты необходимо применять либо в качестве профилактики, либо в качестве лечения. Но, конечно, такими бронебойными силами, как, например, химические средства защиты растений, они не обладают. Поэтому всем приверженцам органического и экологического земледелия необходимо помнить, что болезнь легче предупредить, чем лечить. Но, собственно говоря, это касается и тех, кто занимается традиционным способом выращивания растений. Второй крупной группой биопрепаратов являются биоинсектициды. Биоинсектициды могут содержать живые клетки различных микроорганизмов, либо не содержать живые клетки микроорганизмов. Биоинсектициды помогают нам бороться с насекомыми вредителями. Также есть биоакорициды, которые можно соединить вместе с биоинсектицидами и поговорить о них вместе, которые помогают бороться нам с клещом. Вот такие препараты, которые содержат в себе бациллус турингенсис, и вы можете это прочитать на этикетке, содержат живые бактерии и помогают бороться преимущественно против колорадского жука и всевозможных кусинец. В то же время на рынке можно найти целый ряд биопрепаратов, таких, например, как октофит, таких как фитоверм и другие препараты, которые, хотя и не содержат в себе живых клеток, то есть их нельзя размножать, например, в домашних условиях, но при этом они действительно помогают бороться нам и с насекомыми, и с клещами. И достаточно эффективные. Следующая группа биопрепаратов, это биопрепараты, которые являются биологическими удобрениями. Иногда к группе биологических удобрений относятся также и гуматы, но на самом деле это не совсем правильно, потому что гуматы имеют хоть и биологическое происхождение, но достаточно отдаленно. Их добывают из торфу, их добывают из каменного угля или синтезируют искусственно. Настоящими биологическими удобрениями является вся совокупность препаратов, которые содержат в себе живые клетки, бактерии, которые способны либо к азотфиксации, либо к квасфатмобилизации. Азотфиксирующие бактерии способны связывать атмосферный азот и делать его доступным минеральным для питания растений. Проблема фосфатмобилизаторов в том, что они смогут растворять нерастворимые фосфаты, фосфаты, которые недоступны для растений и обеспечивать растения достаточным фосфорным питанием. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что препараты бывают биологические, которые содержат живые клетки, а бывают препараты, которые не содержат живые клетки. Для того, чтобы понять, содержатся живые клетки или не содержатся живые клетки в препарате, достаточно прочитать упаковку. На упаковке обязательно будет написано, содержат живые клетки и будет далее название организма, который он содержит. На хороших биопрепаратах, еще как на кефире или сметане, пишется количество этих живых клеток в 1 мл этого препарата. То есть, если вы видите такую надпись, вы можете быть уверены, что там эти живые клетки есть и они могут быть размножены у вас в домашних условиях, как мы уже рассказывали в одном из видео. Также я хочу еще сказать о комбинированных препаратах. Такие препараты, например, как фитофлавин, они одновременно борются и с бактериальными, и с грибными возбудителями болезней. Вообще, многие биопрепараты не обладают каким-то только одним действием, они зачастую обладают комплексным действием. И это касается в особенности препаратов, которые содержат живые клетки. Одним из таких препаратов являются препараты на основе триходерма. Триходерма является почвенным грибом, который часто очень встречается в почве и который обладает очень сильными антагонистическими такими свойствами против возбудителей различных болезней и в особенности всевозможных корневых гнилей. Кроме того, препарат на основе триходермы в состоянии вступать в такие симбиотические отношения с растениями, иногда создавать постоянную или временную микоризу. Таким образом, он является и биологическим фунгицидом, и обладает бактерицидными свойствами, то есть убивает бактерий, и обладает ростостимулирующим эффектом, и обладает прочими полезными свойствами, как биоудобрение он работает и так далее. И поэтому его применение в наших садах и огородах является чрезвычайно перспективным и актуальным. Поскольку все препараты на основе триходермы содержат живые клетки, его в общем-то не сложно размножить в домашних условиях. Вот как его размножить, мы поговорим с вами в нашем следующем видео. Для того, чтобы его не пропустить, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик в углу этого видео, будьте в курсе наших новостей, задавайте свои вопросы, комментарии, давайте предложения об актуальных вопросах, которые вас интересуют, а мы максимально поможем найти ответы на все ваши вопросы. Всего хорошего!